Добрый день всем любителям мифических паззлов! Вас приветствует Альянс Shadow Empire и с вами Саурон. Предлагаю вашему вниманию посмотреть войну против картеля. Их на поле 30, нас 29. У них на одного игрока больше. Ну, плюс у них небезызвестный Мангукс и его Твинг. Оборона у них начинается от 5400 и упирается на 1.5. Почти в 5900, это у Мангукса. Но остальные получается 5600. Ну, средние игроки 5500. Сразу бросается в глаза тот факт, что они почему-то поставили много зинок на эту войну. Ну, на мой взгляд, это ослабляет их защиту. Но все мы прекрасно понимаем, что при отсутствии камня и зинка опасная. Значит, в этом видео можно посмотреть, как проводят свои атаки РЭД. Тактика на первую волну очень простая. Берем максимальное количество легких целей. Затем даем им возродиться и повторяем процесс. Затем в конце все идут на переворот и тапки в ноль. Значит, вот у нас пошла первая атака. Первая атака, получается, идет на двух миньонщиков. Это Нюкта и это Поваренок. Против них идет Мэри Рид. Вот. Так, получается состав команды. Два фиолетовых, три зеленых. Поляна изначально очень прикольная. То есть, дает возможность... Ну, дает возможность сразу зарядиться. Вот. А все мы знаем. То есть, если ты изначально там заряжаешься. И убираешь без проблем двух героев. То это уже, в принципе, большой шанс, что ты победил. Скажем так, процентов 90, что победа в твоем... Скажем так, на твоем счету. Значит, вот смотрите. У нас уже как бы двух игроков нету. А у нас все живы. В принципе, все здоровы. В этом тапке у Дениса получились небольшие изменения. Да, он обычного своего Миямота убрал и поставил вместо него Станиса. То есть, все мы знаем, что Станис очень имбовый персонаж. Многие его пытаются поймать. Кому-то он, ну, упал и дался очень легко. А кто-то прикладывает большие усилия и ничего ему не падает. Ну, падают другие герои. Вот. Как мы видим, этот тапочек прошелся очень быстрым. Ну, поляну, короче, подвезли. Герои четенькие. Все классно, все хорошо. Первый пошел. 51 очко в копилке. Так, идем следующим тапком. Ну, синий-фиолетовый. Вот. И цель получается 5700. 5700, но опять же таки. То есть, все герои классные, все заряженные. Но урон наносит, получается, по сути, только автолик. Здесь Хумбаба стоит в левом углу. Ой, не знаю, короче. Кто его там на эволюцию умудрился прокачать. Я его вообще на эмблемы разобрал. Здесь уже поляна чуть-чуть посложнее. То есть, но, тем не менее, есть что подвигать. Зинка по центру. Слева на плечах. Ну, короче, в центре стоят 3 хиллера. И дамагер, короче, только автолик. У нас, получается, заряд получил снежок. Мы дозарядились по фиолетовым. Ну, и теперь, короче, начинаем разнос. Начинаем. Начинаем разнос. И получается принято решение с левого фланга. Весь, короче, урон, вся мощность залпа идет по Махабали. Так, Махабали и Зинку забрали. Хумбаба ушел в тень. Ну, ничего. Ничего. А сейчас мы его убьем. Вот он опять в тень уходит. Отказывается человек. Ну, это не совсем человек. Это какой-то монстр. Немножечко его перерисовали. Сделали его более корректным. Не таким похабным, как перед этим. Вот. Ну, что мы видим? Мы видим, получается, что у нас 4 героя заряжены. И идет отработка по автолику. Идет, получается, корольчиха вначале. Потом Осирис. Вот. Но немножко не хватило. Так, пустыми, короче, желтыми камнями, не цветными, не по цвету, короче, забираем Хумбабу. И остается на поле 2 бойца. И то ненадолго. Моника делает срез. И Осирис делает последний выстрел. Забивает последний гвоздь в крышку гроба. Но не всех, только автолика. Нюхта подруга живучая. Вот. Для нее нужно специально отдельное приглашение. То есть, вот так вот. Все, победа. Это второй шот. Ребят, война быстрая. Война быстрая. Чисто катком по картелю прошелся Денис. И продолжает катиться дальше. Значит, пошел. Зелено-синей командой. Здесь точно так же, получается, в центре стоит Зинка. Ну, что является легкой целью. Вот. Но тут уже посложнее в том плане, что справа стоит Снежок, а слева стоит Ангарбода. И в самом краю стоит Автолик. Ну, мы видим опять поляну подвезли. Опять на поле есть синие камни, есть зеленые камни. Вот. Все они относительно собираемые. Вот. И как бы до заряда там остается совсем немножко. Зеленый кристалл уже можно взорвать. Но этого, понятно, не делают для того, чтобы... Для того, чтобы использовать, если что, кристалл вторым заходом. Вот. Зеленые зарядились. Синие. Ну, для синих нужно еще 4 камня минимум, а то и 5. Поэтому принимается решение уже лупить по Ангарбоде. Немножечко на тоненьком все. Вот. Ну, Энгус, короче, красавчик. Он поставив отражение, спровоцировали Ангарбоду на удар. И она самоуничтожилась. Просто разбилась об стену. Дальше поляна прокидывается через центр. Зинка там ультует. Вот. Но она все, что она делает, это лечит, короче. Да, она делает срез брони. Там подшотера. Вот. Там, кстати, вон с правой стороны автолик собирается что-то... Какие-то песни петь. Но ему, видать, не дадут это сделать. Так. Идет наброс здоровья. Брони. Получается, левиафаном снимается на смешке снежка. И есть две ульты. Барабан. И... И, и, и... Ну, Бандак не забрал. Бандак не забрал. Пришлось добивать камнями. И теперь ультует, получается, автолик. Забирая сразу моментально Афродиту. Ну, вот девочку он забрал себе. Оставив, короче, на поле пацанов. Я уважаю его выбор. Честно. Наверное, на его месте я бы сделал то же самое. Так. Ну, Дракон, короче, говорит. Ребят, ну, это херня все. То есть, что-то Зинка быстро сдохла. Давай я ее верну, короче. Дубль два. Вернул Дракон ее к жизни. И снова ее забрали. Так. Бандак по снежку отрабатывает. Ну, мы ищем очередной заряд. У нас есть возможность по центру синие взорвать. Дальше, получается, зеленые падают. Но никто не зарядился пока что. Ну, как, зарядился, короче, только барабанщик. Но его не хватит. Нам нужно снять баб снежка. Ну, и ультой отработать по автолику. Ну, либо по снежку добить его. Потому что, в принципе, снежок своей толстой жопой заслоняет, короче, обзор по автолику. Так. Да, идет, короче, прокидка по автолику. Энгус. А, Энгус не забирает. Да. Под срезом брони, братан, короче, он еще остается жить. Потому что это не синенький. Ну, мы попрощались, провели в последний путь Левиафана. Ну, за это, короче, барабан отомстил. Забрали автолика. Теперь по снежку удар. Вот. Ну, и остается один дракончик. Китайский дракон. Красивый, симпатичный. Жирный по броне. Вот. Но сейчас будут с ним разговаривать сразу трое. Сразу трое ему сейчас предъявят свои претензии. Барабан. Барабан. Барабан поднял. Ну, что-то урон прошелся. Он там, да, у него просто был оверхп сверху. Вот. Поэтому, короче, его не забрали сразу. Вот. Ну, после второго заряда. Доделали свое дело. Молодцы. Так. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Вход у нас идет оружие фиолетово-желтый тапок. Вот. И цель. Цель. Жеки Сямба. Так. Ну, мы видим опять, короче, есть какие-то желтые камни, есть фиолетовые. То есть, ну, есть с чем работать. То есть, это уже все настроение есть. Голова занята тем, что это все дело как-то подвинуть аккуратненько. Вот. Поэтому мы сейчас... Да, тут немножко задумался Денис. Ну, и, наверное, есть над чем. Потому что основной урон наносят как бы желтые. А желтых пока особо нету. Можно было сложить три, получается, под автоликом. Так, у нас зарядился Хепри. Хепри мы можем заблокировать центр. Либо заблокировать того, кто вот-вот уже собирается ультовать. Ну, если он, естественно, представляет такую большую опасность из себя. Вот. Но тут есть... Надо подумать. Есть ли смысл сейчас ультовать? Или подождать чуть-чуть? Ну, я бы блокировал. Я такой, что я бы заблокировал. Я вообще, у меня многоходовочки, это не мое. То есть, я могу продумать максимум на два хода вперед. Точнее, первый и потом второй. Все. Да, здесь еще, короче, из плюшек идет на правом углу стоит кукулькан костюмированный. Ну, который... Который любит, когда его хилят полностью под хп. И он начинает беспредельничать. Свою вот эту пассивку включает. Так, все. Значит, попрощались мы с черепашкой. И теперь, и теперь мы можем выбрать только одну цель. Да, мы срежем броню со всех, но атаковать нам нужно... У нас есть канна, у нас есть автолик. Оба заряжены. Я даже не знаю, кто из них опасный. Да, то есть, автолик типа... Да, ну, цель как бы берется по канне. То есть, ей срезали половину жизни. Вот. Поставили ожог, подрезали манну. Но теперь нужно все равно подумать, как правильно дальше действовать. Автолик тоже наносит урон, но он снимает чуть-чуть маны. И мы можем как бы ее восстановить. Вот. Ну, у нас сейчас что? У нас сейчас мы заряжаемся фиолетовыми. Дозаряд идет фиолетовыми. По идее, у нас черепаха заряжается. Да, у нас зарядился черепаха. Вот. Он сейчас снимет гадость всю со своей команды. Вот. Тем более, получается, у нас все выжили сейчас. И есть еще три камня под низом. Ну, складывается все идеально. Складывается все идеально. Двух забрали. Канна при смерти. Хепри заряжены. То есть, ну... Это шот. Это четвертый, короче, удачно выстреливший патрон. Хепри пока держится. Так. Хепри, хепри, хепри. Да, вот эти камни и закончились. У нас есть четыре камня и три фиолетовых, четыре желтых. Они все раскиданы. Хрен победи где. Вот. Так, есть возможность три желтых по центру прокинуть. И теперь появляется возможность три фиолетовых. Но у нас, в принципе, сейчас после этой ульты мало кто останется. Вот. А те, кто останутся, уже... Скажем так, уже не бойцы. И, в принципе, готовятся в путь последний. Все. Вот такая вот атака. Прикольно. Прикольно. Идем дальше. Так. А дальше мы идем на соперника. На соперника, который... Который пожелает умереть от красно-желтого тапочка. Вот. Мы набираем стандартные 3-2. Ну, на мой взгляд, вот 3-2 это самый такой прикольный баланс. Я пока, к сожалению, пока не могу играть полностью все, чтобы шесть команд были 3-2. Вот. Но надо к этому идти. Так. Ну, это вообще царский подгон. Это просто поляна проплачена. Как говорится, все схвачено за все проплачено. То есть, у нас заряжаются сразу желтые. Вот. Аполлоном сразу можно, короче, хреначить по центру. Ну, мы накладываем таким образом ослепление. Вот. Ну, несмотря на это, там еще можно взорвать мордочку. У нас зарядится фрик. Вот. Но... Да, все. Хепри, короче, что-то заменьшивался. Не хотел ультовать. Да уже и не ультанет, скорее всего. За ним выехал Аполлон. И пробил ему. Сделал ему сотрясение его жучьей морды. Отправили его, короче, в другое место. Так. У нас, получается, следующая идет ульта по... Вот. По гере. Да. Мы убираем воскрешалочку. Чтобы она тут не испортила нам нашу вечеринку. Вот. И что мы видим? Мы видим, что у нас все заряжено. У нас как бы все живы. У нас еще как бы есть... Скажем так, мы придерживаем как козырь Махабали. Вот. Ждем. Получается... Ну, вот, в принципе, время и пришло. Так. Прокидывается три фиола под этот вот. Но это не профитный камень. Нам нужно либо желтые, либо красные. Можно взорвать и два красных по центру пустить. Что Дениса делает. Вот. Дагда делает щиты. Небольшой подхил. Ну, это как бы особо его... Ну, как бы его может это и спасло. Потому что его не зацепило. Вот. А остальных, короче, забрали. Да. Это быстро. Это чисто проехался, прокатился. Так. Остается у нас последний тапочек. Последний тапочек. На него идет тоже банка. Нужно два синих, три красных. И, 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 и. И давайте посмотрим, что с этого получится. Так. У нас получается и красные есть, и синие. Да. Они как бы не сложены прям в идеальном сразу под кристалл. Но нужно их подвигать чуть-чуть. Но тем не менее, уже приятно, что ты видишь над чем работать. То есть, ты приходя на работу, имеешь инструменты, а не и ищешь их. Так. Короче. Сразу кристалл в Харю. В трое заряженных. Даже четверо заряженных. Канна ультанула. Заблокировала левый край. Но это уже, в принципе, роли нам сейчас не сыграет. Идет отработка по зернитре. Идет срез стихийный. Плюс, ну, на всякий случай блокируется ее от хил. Потом идет Канна. То есть, Канна блочит троих. Вот. Потому что потом, если Зинка сдохнет, придется блокировать двоих только. Ну, какой-то край. Вот так. Ну, в принципе, все. В принципе, все. Центр пробили. Плечо пробили. Махабали там что-то старается. Вот, правда, автолик. Да. Кстати, вот автолик, я не знаю. Что он сейчас сделал? Это на него не похоже. Он ультанул, короче, а не срезал ничего. А знаете почему? Потому что львенок наложил. Львенок наложил на него запрет. Хороший герой, классный. Антоха. Он требует специфического подхода. Но он классный герой. Так, ну что, мы заканчиваем. Мы заканчиваем. Остается только Хепри в углу. И он там уже все. Он уже при смерти. Дышит в кредит. Смерть отпустила подышать на пару минут. Ну, вот, собственно, и все. Ну что, ребята, это была первая часть. Ждем дальше.